Всем привет, друзья! Я знал, что можно добраться до центрального мира этого, но нужен очень хороший металл, чтобы как-то, короче говоря, встроить кристаллы в этот металл и соединить с оборудованием. Короче говоря, можно добраться до него, до этого мира. Но нам нужна метеоритная руда, которую мы сейчас с вами отправимся добывать. Нам сказал этот инженер, что эта метеоритная руда охраняется какими-то монстрами серьезными, так что нам надо ее будет отбить. Не все этого главного инженера хочется назвать архитектором. Знаете, был в матрице главный архитектор, который всем заведовал. Ну и вот. И еще мы в этом эпизоде с вами выполним, наверное, эксперименты, парочку экспериментов на нового, я так думаю, что железного Голиафа. Так, давайте посмотрим. Да, вот на этого железного, ну или точнее расплавленного Голиафа, он так называется. Выполним эксперименты и построим. Но пока что давайте по квесту сходим в новый мир. Безумный лес называется этот мир. И мы переходим снова к долгой-долгой загрузке между мирами. Надеюсь, когда-нибудь эта загрузка все-таки будет побыстрее. Вообще такой, на самом деле, бич открытого мира, это загрузка между локациями. Во всех играх с открытым миром, конечно, в идеале между локациями не должно быть никакой загрузки. Все должно быть моментально, но, к сожалению, не везде это удалось реализовать, видимо. Так, ну что ж, давайте посмотрим на карте, далеко ли нам идти. В принципе, не очень далеко. Кстати говоря, я предпочитаю бегать же в деревянном, потому что он быстрый. Что-то я весь сегодня расслабился и побежал в железном. Так, а куда идти-то, собственно? Что-то тут... Это все запутано, слушайте. Еще эти гребаные растения, которые сейчас будут меня, видимо, пытаться убить. Так, тут какая-то то ли пещера, то ли что. Ага, пещера, слушайте. Офигенская пещера. О, слушайте, мы нашли вот этих чубриков. Пигмеи они называются. Мне нужно убить пигмеев в джунглях. Ну-ка, давайте... Ух, 32 уровня пигмей за мной гонится. Я хочу посмотреть квест. О, не квест, а эксперимент. Как же он назывался, да господи. Вот, 10 это возможно было. Станьте от меня, твари. Получить 29 уровень? Нет, не то. Вот здесь. Убить 10 пигмеев в джунглях с помощью мин. Ммм, с помощью мин? У меня мины есть. А ну-ка, давайте мы... Отойдите в жопу. Так, давайте мы этого пигмея тогда заманим на мину. Ему хватит одной, интересно. Как она ему не хватит одной, потому что он у нас 32 уровня. Давайте-ка мы пойдем тогда мелких, что ли, побьем. Раз уж мы сюда зашли, почему бы не выполнить квест? Сколько-то надо пигмеев, говорили? 10 штук всего, ну ладно. Хоть не 30, и то на том спасибо. Так, а слушайте, а где еще это пигмея? Что-то... Вот они, вот они, ребятки. Ребятки, все ко мне. Давайте сюда, сюда, все сюда. Все на мины. Все на мины, все на мины. Оп-оп, нормально. Как тебе? Так, чтоб тебе меня не заплюют. Сейчас заплюют, слушайте, они сейчас меня убьют, нафиг. Ремонтный набор. Еще один. Фух. Так, бегут за мной, да? Давайте разбегут. Оп-оп-оп. Как вам такое ощущение, а? Молодчики. Так, слушайте, от этого надо, наверное, бить просто так. Не минами, а? Перекат. Так он убьется. Нет, давайте минами все-таки убьем, потому что его нам тоже, наверное, засчитают. А, наконец-то убился. Вот так вот. Золото. Огненный клык. Так, сколько там надо? Еще 7 штук, да? Где мы их наймем? Вот так вот мы удачно встретили этих пигмеев. Хотя, оп-оп-оп. Ну, иди ко мне, дружок. Что ж ты мне идешь, что ли? Застрял, что ли? Уж тебе плохо. Он застрял. Вот сюда пойдешь? Нет, тут он застрял. Ну-ка, может выйти вообще. Изродился его плевка, он побежит. Вот это сейчас растение плюется. Нигде нет покоя, слушайте. Нет, он не хочет бежать. Вот пигмея. Придется его, наверное, так убить. Да? А вот так вот ты не хочешь. Больше пигмеев я пока не вижу. Давайте тогда в пещерку зайдем, чтобы не терять времени. Посмотрим, что там внутри. Какие монстры. Ну, а с пещеркой, я напоминаю, нам нужно добыть руду. Это что у нас такое? Горняк какой-то? Какого хрена кинода от меня? Кто такой по жизни? Нормально. Так, это у нас кристаллы, да? Я так понимаю. Идем за рудой тогда по стрелочке. Так. Буду лишний раз не ведраться. Пауки еще, да? Найди ты нахрен, а? Ой. Итак, кнопка. Ни хрена себе, они меня нахлобучили-то. Ух ты, что в тебя? Ну-ка давай на вес. Так. Я думаю, что надо... Не знаю, ладно, давайте пока в железное сядем. Что-то я тут расслабился немного и... Пока я расслаблялся, меня нахлобучили. А, там еще тролли, слушайте. О нет, это мумии. Грибаные мумии. Слушайте, а у меня где-то был квест на мумии. Не квест, а эксперимент, конечно же. Ну, пофиг, я уже постоянно называю это квестами. Так, убить пять мумий, не переключая Голиафа. Не переключая Голиафа. Вот как раз вот пять мумий. Не знаю, засчитают мне центральную или нет. Она считается за мумию. Не переключая Голиафа. Ну, это значит, надо ремонтные комплекты использовать активно. Опять мумий. Иначе можно минами, в принципе, убить, да? Давайте убьем вот эту штуку. Переключая Голиафа. Возможно, танкам стоит попытаться. Вот, я не переключаю Голиафа. Даешь квест. Отлично, я разблокировал руки нового Голиафа. То есть, квест у меня засчитан. Но это было просто. Это было довольно-таки просто. Так, и что у нас еще? Сломать пять Голиафов за 30 секунд, это мы позже выполним. Ну, видимо, слушайте, мы сегодня быстренько так построим вот этого нового Голема. Так, это мы починим. Мы переключимся обратно на железную. Он бегает быстрее. Куча костей. Так, а где же метеоритная руда, мне интересует все-таки? Так, там еще какой-то босс, слушайте, нет? Большой, а два больших каких-то чувака. Сейчас мы туда зайдем. Так, тут толпа вот эта бегает. Можно было их убить, возможно, метеоритами всех. Но их тут 15 штук наберется или нет, потому что у меня есть эксперимент на 15. Убийство 15, короче говоря, врагов. С помощью метеоритного дождя. Ой-ой-ой. Опять меня пытаются нахлобучить. Давайте-ка мы нокаут попробуем сделать. Все нормально. Так, и все-таки я не нашел то, что искал. Сейчас мы доберемся. По стрелочке до цели. Да, это я не туда свернул, просто ради эксперимента сюда я зашел. А мы продвигаемся дальше. Будешь выберемся, да, господи? Нет, слушайте, у меня показывают назад. Все-таки сюда надо зайти, да? Идем по стрелке, идем по стрелке. И вот в эту дверь получается, да? Давайте я ракеты у них каких-то объем не знаю. Это разнообразие. Все. Дверь. Дверь. Динозавр, нихрена себе. Мертвый динозавр, смотрите. Что это за наркомания такая у разработчиков? Хе-хе-хе. Жесть. Давайте его убьем. Что у нас? На, квеста вроде бы такого я не увидел. Ну, эксперимент, точнее, да? Так что можем его, наверное, убить просто так. Какая-то дико большая пещера получается. Собираем мешкики. Так, растение ставим в покое. Нравится, как оно нужно. Там пауки у нас водятся опять. Ммм, а куда же тогда идти-то? Вот сюда, да? И что мы видим? Метеоритный кратер. Тут простые метеориты, как бы. Это не метеоритная руда. А где же метеоритная руда? Куда вы ее спрятали, твари? Отвечайте. Нереально, я не вижу ее. Это что-то, что ли, большой такой холм. Не знаю. Зомби. Игорники воюют против растений. Ух ты, еще один динозавр. Куча метеоритных кратеров. А, вот она. Слушайте, это и есть. Это и есть труда. Все понял теперь. Изображается прогресс 2.7. Смотрите, сейчас метеоритные кратеры мы полутаем. Думал, это простой метеорит, а не какая-то не руда. Так, переплавить метеоритную руду в слитки нужна лаборатория третьего уровня. Сейчас мы это все построим. Все, нафиг, валим отсюда. Так, у меня деревянный сломан, к сожалению. Так, а телепортера нет никакого, да? Вроде бы как. У меня нифига телепортера. Придется пилить пешком. Ух ты, нифига себе. Вот это что за монстр такой? Интересно. Придите в жопу, а, гребаные пауки. Вы меня уже достали. Давайте мы этого монстра уберем, пока мы тут. Костяной какой-то дико-огромный монстр. Кстати, с этого нокаута можно немного и ускоряться. Придать себе ускорение. Так, как сюда выбраться-то? А там еще дверка какая-то, да? Может зайдем? Или мы там были? Что у нас тут? Просто метеориты, да? Ну ладно, давайте метеориты пособираем, потому что из них свитки будем все равно плавить. Какой-нибудь у нас голем будет из метеоритов. Голиаф. Опять какая длинная пещера. Ух ты, вот это что за тварь такая? Фига себе. Лавовый монстр. Жесть. Привет, друг. Как дела? Какой-то лавовый тролль, я не знаю. Не помню такого хвостов. Да, я до них тупо еще не добрался. Отражаем выстрелом. Ах, черт-то получилось. Хватит мне стрелять. Ух ты, она лечится. Слушайте, она лечится. От огня лечится. Ну да, я бы сам догадался, что она от огня лечится, потому что я нифига не дамажу этого гребаного монстра. Ух ты. Надо его каменным убивать. Все. Из него выбежал мелкий. Прикольно. Так, хватит меня бить. А, слушайте, у меня Грем-то разогрелся от этого огня. Добавно. Зайди ты нафиг. Взрывная железа. Хорошо, слушайте, я-то и удачно зашел. Еще одна дверка. Или это... Выход уже. Как бы тут мне не заблудиться, между прочим, в этой пещере. Так, стоп. Что-то я еле плетусь. Перепутал кнопки опять. Так, а что у нас есть? Ух ты, новые твари. Класс. Я люблю новых тварей, они тоже лечатся от огня. Все очень здорово, конечно, но... Не надо их убить. Это собаки лавовые. Адские гонщики. Местный вариант адский гонщик. С сокровищем. Тут ключа лута просто. Не знаю, стоит ли мне тут все... Это дело лутать. Ух ты, блин, нифига себе. У меня хп докончается, между прочим. Ух ты, нифига себе, монстры тут бегают. Они жутко сильные. Аханеть. Так, может 15 фрагов соберу? Нет, не соберу. Нет, не случилось. Так, у меня этот оверповер. Оверповер, блин. Овердрайв. Стукни, твари. Черт, меня сейчас убьют нахрен. О, он исчезает, как крыса. Давай, иди сюда. Кто-то исчезает. А, ух ты, нифига себе, он сзади как... Бьет посильно. Ну, жесть. Еще один. Это я в какое-то логово боссов заглянул. Тут все сильные. Надеюсь, сокровища того стоят. Вот так себе сокровища, на самом деле. Денег у меня уже 46 тысяч. Я даже не знаю, куда их тратить, потому что оружие, которое здесь пытаются нам торговцев впихнуть, это просто какой-то трэш. За квесты мы получаем гораздо лучшее оружие. Так, монетка. Ну и все, в принципе, тут, наверное, больше никого нет. Наверное, валим отсюда. По-добру, по-здорову. Так, сундук я уже полутал. Так, мы пришли откуда-то отсюда. Да, нас стрелка сейчас увидит отсюда. С этого злачного места. Итак, мы дошли до базы все-таки. И сейчас мы будем плавить метеориты в руду. Так, слушайте, нужна лаборатория. Где у нас? Вот, метеоритный слиток. 42 штуки можно сделать. Сколько надо-то? Все, метеоритный слиток готов. Давайте еще парочку наплавим. Там вроде бы нового Голиафа нужно будет. И нужно принести эти слитки главному инженеру, опять же. В тот мир мы отправляемся. Так, надо бы запомнить, что вот здесь у нас живут пигмеи в джунглях. Надо их будет вернуться здесь и порубить. Мелкие куски. Так, мир же батон. Да, у меня уже починен деревянный Голиаф. Уже можно бегать в нем. Что-то я на самом деле... А, уголь тут валяется. Непопытно. А, слушайте, а инженер вроде переместился куда-то, что ли? Нет ведь? Он тут в этом... Около этого здания и стоит. Да, он тут. Все еще тут. Давайте поговорим. Ты вернулся? Ух ты, не могу поверить, что в состоянии передвигаться с такой легкостью. Спасибо за починку моего робота. Робо-человеческого интерфейса. Да, я ему помог тут, починил его костюм. Без проблем. И вот, у меня для тебя есть несколько метеоритных слитков. Превосходно. Ловко перебирает пальцами кусочки метеорита. Мы установим их прямо сейчас. Уверен, мы сможем значительно улучшить тебя, когда все будет готово. Не могу дождаться. Увидимся позже. Тентрика. Господи, какие имена. О, у меня что-то разблокировано там. А, нет, это мне предмет дали. И репутацию со зданиями. О, мы его разблокировали подкип. Базовый кип кристального Голиафа. Отлично, слушайте. Я думал, мы сейчас будем железного строить, а мы сейчас построим кристального. Здорово. Эй, парень, ты должен это увидеть. Ты не поверишь, сколько энергии вырабатывают кристаллы в метеоритной оправе. Это невероятно. Не знаю, что мы будем с этим делать, но полученную энергию можно использовать для чего-нибудь. Хорошо, мы можем построить что-то и провести испытания. Отличная идея. Она мне уже приходила в голову, поэтому я и создал механическое существо, которое будет использовать эти кристаллы. Кристальный скорпион. Есть одна проблема, как только я его создал, он стал таким мощным, что я не могу его выключить. Я подумал, может ты сможешь победить его. Скажем, во имя науки. И спасешь нас от жуткой смерти. Погоди, а что если он не для меня слишком мощный? Хм, да, но это были плохие новости. А есть и хорошие, протягивает лист бумаги. Дай-ка взглянуть. Это схема. То есть ты считаешь, что если распределить кристаллы в каркасе метеоритного железа, это может сработать. Мм, здорово. Построить кристаллического Галифа у нас квест. Все. Шикарно. Шикарно. Так, слушайте, надо бы уже, я думаю, обзавестись телепортаторами, потому что что-то я туда-сюда бегаю уже от базы. Туда-сюда. Это не очень хорошо, да? Получается. Давайте-ка мы посмотрим. Так, а что мне надо для телепортаторов вообще? Какой-то слот придется освободить. Наверное, верхний. Так, где дом-то у меня? Дом уже близко. Так, сначала давайте тогда телепортатор посмотрим. Лаборатория. Нет, она в лагере. А, да, слушай, телепортатор, я могу ее строить где угодно так-то. Где он? Теперь сгенерился там. Вот телепортатор. Давайте в слот один поставим. Вот, если что, будем телепортироваться на базу. Даже можно еще немного их наделать. У меня вроде угля дофига. Так, ну и давайте строить уже наконец-таки кристаллического Голиафа. От какого-то Голиафа надо избавиться. Наверное, пока что от железного избавимся. Поставим его в гараж. Окей. Ну, как обычно, мы будем строить классического Голиафа. Разобрать нет, восстановить нет, новый Голиаф. Вот он, классического кристального, то есть полностью из кристаллов. Охренеть, он парит в воздухе, он даже не ездит и не ходит, а парит. Ракетный двигатель надо, серьезно? А где я его возьму-то? Может создать его, надо скрафтить. Так, оружейная. Лаборатория, лаборатория, нет. Стоп. Ракетный двигатель. Что-то это неожиданная новость для меня. Что за ракетный двигатель? Как его, как его вообще сделать-то? Нет у меня такого. Пушка. Всякая такая штука. Нет никакого ракетного двигателя. Ну, тут у нас оружие, тут его и быть не может, этого двигателя самого. Может в лагере, я не знаю. Каментопор, мазь, каучук, кислота, минозамедление, нифига нету. Слушайте, надо разбираться. Надо разбираться. Ракетный двигатель, ракетный двигатель. Сейчас будем разбираться. Так, ну что ж, пойдемте тогда искать этот самый наш ракетный движок. Ракетный двигатель. На деревянном галифе побегаем. Всяком, где-то тут должен валяться. Ну или с монстров его выбьем. С механических монстров. Ой, как-то динозавр за мной ввязался. Так, ну пока что-то нет этих механических тварей. Надо в другую сторону, видимо, было идти. Да, тут только живые динозавры. Живые существа. Мне нужны механизмы. Так, пока я бегал, тут уже стемнело. Так, метеориты, метеориты падают. Не дают покоя метеориты. Всталы. Так, ну что ж, где вы, ребята? Куда вы все подевались? Ничего не видно, вообще ничего не видно. Просто ночь. Где вы, где вы, ребятки? Ау! Нереально, пока бегаешь утром, их до хрена. Сейчас я никого не могу найти вообще. Где я вообще бегаю-то? Вроде как бы тут они раньше и были. Все эти механические скорпионы, динозавры. Видит, падает, блин. Давайте его залутаем. Ох, беда. Я пришел обратно на базу. Так, там кто-то вроде бегал. Да, вот он, механический скорпион. Давайте его хоть убьем. Где синевой жил упадет? Вряд ли так может нам повезти. Бур нам попал. Попался бур. А где движок-то, ёптать? Так, где еще монстры? А, тут лягушки гребаные. Это у нас царство лягушек. Ладно, давайте пойдем на север от базы. На севере от базы вроде как монстры эти водились. С деревьев-то вряд ли упадет ракетный движок. Толом. Вот тебе хотя бы что-то видно. хм, говнет. Ни единой гребаной металлической души нет. А вот, динозавр. Так, друг, отдай мне свое сердце. Я знаю, что оно у тебя. Без железа. Двигатель есть. Двигатель есть, а ракетного движка нет. Обидно. Досадно. Так, что у нас такое? Нет. Еще один динозавр может с тебя упадет? Ух ты, он разогрелся и днем дышит. Ну, конечно, деревянным голиафом-то его бить, конечно, опасно. Еще и долго. О, ракетный двигатель. Я взял его вроде как, да? Был ведь? Был ведь? Вот он, ракетный двигатель, да. Точно. Круто. Быстро мы нашли этот ракетный двигатель. Скорпион нам встретился. Когда их ищешь, этих тварей их никогда нет. Когда не ищешь, их полно. Ну что ж, мы в шаге от постройки кристаллического голиафа создать. Отлично. Вот такой вот у нас кристаллический голиаф. Итак, энергетический голиаф. А, ты энергетический, а не кристаллический. Что-то тут они намудрились с переводами. Обладает самой сокрушительной и смертельных приемов. При нажатии клавиши B телепортируется в выбранном направлении. Забавно. Природа, низкая температура или электричество дает кристаллам сверхпроводимость, ускоряя перезарядку всех боевых умений голиафа. Особые детали могут изменять их. Овердрайв. Счетчик заполняется при использовании боевых умений. Мотивация режима овердрайв это зажать кнопку основной атаки. Значит, надо умение применять активнее, да? Голиаф наносит урон электричеством всем врагам в выбранном направлении. А, это уже способности пошли. У меня открывается на уровне 21. Шировые молнии голиаф окружает себя шировыми молниями, оглушающими атакующих врагов. Так, слушайте, у него атакующие скиллы все и достаточно хорошие. Молнии поражают всех врагов вокруг голиафа. Ну, конечно, у всех голиафов атакующие скиллы просто, а у этого это такие забавные. Запрещено использование внутри помещения и умение открывается на уровне 25. Мм, забавно. Хорошо. Хорошо. Так, телепорт попробуем. Оп. Ну, что-то я плохо телепортировался. Сквозь конструкции он не телепортируется. Интересно, сквозь существа он телепортируется? Давайте пойдем попробуем. Да, что-то я разогнался, пойдем попробуем. У нас же еще оружие. Еще оружие надо взять. Так, а у нас есть уже что-то на кристаллического-то? Давайте-ка мы так, стоп, а как мне ух ты выйти. Зачем я вышел? А, я вышел за тем, чтобы посмотреть, можно ли построить лабораторию побольше. Да, можно, нужно каучук и бревна. Так, каучук, как тебе сделать, каучук? Нужна смола всякая? Мм, тут нет лагерь. Каучук. Отлично. Так, что осталось-то? Бревно только? Бревно. Есть у меня на складе бревно? А вот тут бревно валяется. Бревна я не складирую, видимо, да? Ну и правильно делаю, потому что бревен тут так до хрена. Хотя в этом методическом мире ну что у тебя? В этом методическом мире их меньше. Так, это деревня нельзя разрушить. Все. бревен набрали. Строим новый лагерь. Улучшаем, точнее, старый. А, лабораторию? А, не, слушайте, оружейную надо. А, лабораторию? Нет, лабораторию не надо. Черт, я запутался. Нужно же оружейную делать, ёптать. Средневековый механизм. Черт, а я их вроде как продал, нет этих механизмов-то. Ну-ка, торговля. У тебя нет механизмов, никаких ресурсов. Вот он, средневековый механизм, но всего две штуки. А мне надо сколько? Мне надо три штуки, охренеть. Так, и давайте по случаю попробуем выполнить квест на убийство 15 врагов метеоритным дождем. Я тут собрал небольшую компанию себе. Конечно, меня могут убить сейчас, нафиг. Но я прежде попробую все-таки метеоритным дождем замутить. Отлично, все-таки мы выполнили этот квест. Это было круто. Так, давайте посмотрим, засчитался он нам. Да, он нам засчитался. Руки мы разблокировали для нового каменного Голиафа. Так что мы можем даже сейчас выстрелами поубивать всех остальных, но пока не будем этого делать. Пойдем кристаллического замутим. Да, кстати, что я сюда пришел-то вообще? Я сюда пришел как раз за вот этими древними механизмами, как они называются, средневековые механизмы. Да, потому что мне их не хватало немного для постройки новой оружейной и лаборатории. Ну и по случаю вот выполнил квест с металитным дождем. Так, ну что ж, давайте вылезем из этого Голиафа. Строим лабораторию. А нет, слушайте, оружейную сначала, да? У нас сначала оружейную. да и на лабораторию нам тоже хватает ресурсов. Все отлично. Все отлично мы построили. Так, залазим обратно в Голиафа, выбираем кристаллического и смотрим, какое же оружие у кристаллического Голиафа есть. Так, что у нас тут? Каменный, вот у нас кристаллическое, энергетическое оружие даже. кристаллическое, энергетическое, непонятно. Так, слушайте, у нас вообще ни на что нет ресурсов, потому что все энергоблоки всякие, сенсы тьмы. Ну-ка, давайте торговцу зайдем, посмотрим, что там было-то. Торговля нет, у него уже все продано. Так, что у тебя в ресурсах есть? Вот, энергоблоки есть. Шестеренки давайте возьмем. Металлолом нужен нам. Металлитный слиток пригодится. Топливо. Это что такое? Катушка. Так, давайте глянем еще раз в оружейную. Что-то я все напродавал лишнего. Теперь у меня ничего не осталось. Так, что нам нужно в целом-то? Шляпа фокусника, огненный клык, генератор магической энергии вроде бы был у меня где-то. Каучук тоже надо сделать. Какими-то он посохами дерется, слушайте. Так, у нас генератор, морозный осколок. Вроде бы где-то было все у меня это дело. Ну-ка, давайте в ящиках пороемся. Какие ящики, да, я потерялся что-то. На собственной базе потерялся. Так, вот, ничего нет хорошего. Тут у нас металлолом, а морозный осколок нам пригодится. Генератор магической энергии возьмем, двигатель тоже возьмем. Микросхема, наверное, не нужна нам. Там что такое? Еще морозные осколки, это хорошо. Взрывная железа. Хорошо. Так, и огненные клыки я где-то видел у этого чувака вроде как. Да, вот они, огненные клыки. и у меня инвентарь опять забился. Надо что-то продать. Чтобы что-то купить, надо что-то продать. Дерево. Давайте деревянную дубинку продадим, что ли. Ух ты, 74 урона она наносит. Клуб 58. Ну-ка, давайте поменяем. Надеть. Этот меч я продам. Торговля. Продать один. Дерево, дерево, дерево. Не будем продавать. Не знаю, паутину давайте продадим. Нафиг нам нужна? Ветки тоже. Вот так. Так, и наконец-то оружие. Слушайте, долго уже я занимаюсь постройкой оружия просто, созданием этого оружия, потому что нифрена ресурсов у меня нет. Энергоблока не хватает. Катастрофический ледяной посох. Хотя бы что-то хоть построю и что-то создам. Так, а для... А для дальнего... Дальнего выстрела я не знаю, что сейчас... Дальний выстрел. Для дальнего боя пока не знаю, что делать. Так, надеть. Такой забавный посох у него. Так, для дальнего боя какие ресурсы нам нужны, давайте посмотрим. Дезалотный посох перезарядки, посох мощи. Тут не поймешь, что это одни посохи. Огненный, импульсный. Так, вкреплен. Энергоаннигилятор. Забавно. Это дальний бой или не дальний бой? Я не пойму, под названием, что здесь дальний бой, что нет. Посохи, всякий импульсный зарядник. Энергоблок нужен. Потому что везде нужен энергоблок, всякие там штуки. Давайте вернемся тогда в тот мир, где роботы у нас и, не знаю, роботов поубьем. Роботов поубиваем всяких нерадивых. Может из них-то всякие энергоблоки и попадают. Сундуков очень мало в этой игре на самом деле, поэтому ресурсов не хватает, приходится их продавать и они в итоге оказываются нужны. Так, слушай, я на север иду? На север. Не нужно на север, потому что там именно монстры металлические бегут. Так, где же они только все находятся? Опять же, как начнешь искать, никого не найдешь. как не надо, они и тут, и там. Вот у нас скорпион один. Так, это что за строение такое? Ух ты, какой он, слушайте, медленный этот голиав. Таким и очень... А, так они от энергии лечатся, ёптать. Бесполезно этих бить. Деревянным даже быстрее получается. Деревянным тоже долго, поэтому давайте-ка мы возьмем кислотного. Лучше, конечно, железным надо их бить, но железным у нас сейчас в гараже. Вот эту штуку убить. Ну-ка, он все блокирует, слушайте. Ну, пофигу на укеориты. Что за 29 уровень босс какой-то? На кого я нарвался опять? Он просто все блокирует, он неубиваемый. Почему так? В чем прикол-то? Блин, ракетный двигатель энергоблока нет. Медам, медам. Так, вот, не знаю, скоростью взять. Не, он все блокирует. Убить монстра с помощью металлического кристаллического голиафа у меня квест. Но это, видимо, не в этом мире. В этом мире мне ничего не светит. С кристаллическим голиафом. Лечится они от энергии кем ебаные монстры. Давайте еще раз убедимся. Или просто скиллы на них не применять. Какой-то медленный вообще. им убьешь. В принципе, убиваются потихоньку. Ух ты, что в тебя. Хотя бы квест выполнить, я не знаю. Там уже видно будет что дальше делать. Вот и все. Ты хорошо. Давай, скотина. У меня кончились ремонтные наборы. Надо новый поставить в слот гаджетом. Так, ну все, убил я, короче. А, слушайте, убить монстра с помощью кристаллического голиафа, я же убил, а что? А, так это может быть оружие надо? Непонятно. Пока непонятно, слушайте. Давайте еще кого-нибудь найдем тогда. Вроде убиваешь монстра, они не засчитываются. вот этого хотя бы убьем, не знаю. Эти от мороза лечатся жаба. Ну что, не убил я, да? Лишь надо вообще оружие снять. Давайте снимем оружие. Ух ты. Все, сняли оружие. Уж эти этого динозаврика. Убьем. Что-то я его буду целую вечность валить без оружия этого. Он еще исчезает. Вот это поворот. И что, куда она сейчас? Ёпта, вкусил меня. Да ладно, иди нафиг. Все, я уже запорол квест. Может, я нанес урон миной? Блин, а что туда делать? Веса, опять в старой мерыке. Какой-нибудь. попроще надо выбрать. в ту же свалку отправимся. Оброшенная свалка. Да, с кристаллическим голиафом оказалось непросто, потому что нужны ингредиенты необычные. Довольно-таки. Давайте еще раз посмотрим, какие именно. Так, слушайте, а у тебя, может, если еще в продаже нет, у тебя в продаже ничего. А, так я могу, слушайте, купить у него оружие, просто не заморачиваться. А есть у тебя кристальное что-нибудь? О, не, нифига нет у него. Нет у него ничего кристального. Так, вот это что хоть? Всякая дичь. Да. Каучук я могу произвести в принципе. Это, видимо, стрелковое оружие нужна. Шляпа фокусника. Везде нужна шляпа фокусника. А где этого фокусника брать-то? Всякая это какой-то робот фокусник, я не знаю. Кристаллы голода. Эссенция тьмы нужна. Она редко встречается, на самом деле. Я ее видел-то пару раз. Энергоблоки. Энергоблоки нужны. Санкция тьмы опять же. 8 аж энергоблоков шляпа фокусника. Да, это надо исследовать миры все-таки. Так, давайте пойдем убьем монстра какого-нибудь. Крыса это монстр? Не монстр, не знаю. Мы пробуем крысу убить. Может сработает. Да ладно. Опять начинают они свое исчезновение реванное. Получи статина. Он блокируется. Да, вовремя я молнию заюзал. Нормально кушать. Может засчитается все-таки. ну вот, убил. Ни фига не засчиталось. Убить монстра с помощью кристаллического голиафа. Да что я делаю не так-то? Монстра, что ли, не могу найти нормального или скиллы опять же нельзя пользоваться. с оружием это у нас не получилось уже. А без оружия убивать долго и без скиллов тоже долго. Не знаю, хоть какой-нибудь баклану найти, что ли, не знаю, птичку эту мелкую затоптать или паучка. Паучок или птичка. сойдет кто угодно, ребят, давайте где вы наши меньшие друзья нифига никого не даст. Вообще никого нет. То есть пауки хорошо убивают, слушайте. Ну вот я же убил монстр дает и что не засчитался квестами. Испытание боя. Забавно. А что за квест? как же тогда его выполнять-то если он не засчитывается? Да, этот момент придется выяснять. Бить монстра с помощью кристаллического голиафа. Не знаю, сколько тут смыслов можно найти в этой фразе, но я уже сто раз убил монстра. Или может какого-то определенного монстра, я не знаю. Может они за монстров-то не считаются эти все крысы, птицы, пауки. Но паук-то стопроцентно монстры же. Просто гадалки не ходи. Да, ребят. Короче говоря, будем мы разбираться уже наверное с этим в следующем эпизоде. Пока что я прощаюсь с вами. Всем спасибо, что следите за прохождением. Ты в замечательной игры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Антик. Всем удачки, всем пока.